Как и обещала, знакомимся с ученицами казачьего класса. Катя, Варя, все здесь. Скажите, сколько вы занимаетесь уже в этом казачьем классе? Три года. Три года? Слушай, как ты решилась туда пойти? Просто захотелось. Стало интересно. Ну как узнала, как он? Мне рассказала Варя, что будут проходить у нас в школе тренировки, и можно записаться. И я пошла с ней за компанией. Чему ты здесь научилась? Стой, стой! Стрельбе немного, на судях кататься и шашки. Вы коня сидать умеете? Да. Покажете? Да, с радостью. Давайте. Может, им тут силушку надо делать, конечно. А как девчонки справляются с этим? Ну сейчас он успокоится. Я нервничал. Я нервничал. То есть это еще от настроения животного? Конечно. Конечно. Оседлать коня у меня, к сожалению, не получилось. Животное нервничает, и я, честно говоря, опасаюсь кататься на этом коне. Зато меня обещали научить владеть шашкой сразу после сюжета об учителе физкультуры, который пишет чудесные стихи. Меня зовут Владимир Тихомиров, 31 год. Я учитель физкультуры в 27-й школе. Нравится работа с детьми непосредственно. Не с документами, не с бумажками, а вот с ребятами. Кому-то интересно видеть блеск в глазах этот каждое утро. Ради этого стоит работать, я думаю. Я думаю, меня любят дети. Конечно же, не все, но кто любит, любят за то, что настоящий, скорее всего. Все честно говорю им, так же, как и они со мной делятся. Я являюсь членом Союза писателей России с 2017 года. Лауреат нескольких премий. Стихи нравились еще в школе. Правда, ученик был такой, не самый прилежный. Ну и всегда интересовался, выступал на конкурсах. Мои стихотворения в телепередаче «Замуж за Бузова» на ТНТ появилось не случайно. На меня вышел Денис, финалист проекта. Попросил написать ему стихотворение, отдал два дня. Мы решили попробовать. Я написал, отправил ему, он сказал, что здорово, замечательно. «Замуж за Бузовой» понравилось, да. Это видео даже есть у меня в Инстаграме. Там видны эмоции, я думаю, настоящие. Моя тонкая, словно Италия. Ты любовь моя, моя аномалия. Если бы еще она знала, что это я написал, было бы вдвойне прекрасней. Я очень люблю футбол. И занимаюсь футболом, получил первую травму 10 лет назад. Если бы не это, я думаю, возможно, моя футбольная карьера продолжалась бы дольше. Но во всем есть свои плюсы и свои минусы. Теперь я тренер детской футбольной академии Тюмень. Тренирую детишек от 3 лет до 7. Будущих воспитанников ФК Тюмени, МФК Тюмень. Вот так проходит 5 дней в неделю на уроках физкультуры. Стикеры эти уже, мне кажется, есть у всей школы, на телефонах у детей, учителей, у всех знакомых, наверное, кто читает мои стихи. И занимаются ребята, знакомые мои выпускают, привозят мне. Я раздаю всем желающим. Когда обращаешься к девушке, напишешь ей стихотворение, это работает всегда. Вот сколько раз в жизни проверял, ни разу такого не было, чтобы девушка сказала, да нет, зачем мне твои стихи. Если читаешь лично это все, то можно заказывать кольца, ехать в ЗАГС и так далее. Говорит, жизнь прекрасна и точка. Верно все, но об этом не думаю. Я мечтаю воспитывать дочку. Из любимых, но и самую юную. Я мечтаю воспитывать дочку. С чистым взглядом и мыслями чистыми. Целый мир ей дарить по кусочку. Упиваться глазами и скрестами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова